Приветствую вас. Давайте попробуем подобрать на вашу проблему, на вашу ситуацию так. Вы хотите на полном серьезе сейчас сказать, например, мне, что вы себя любили и принимали. Себя всю свою жизнь, допустим, ну допустим, допустим, что свою жизнь у себя любили и принимали. До, ровно до того момента, пока они увидели, что молодой человек смотрит девушек, обнаженных в телефоне. Если вы правда хотите сказать, что вы себя любили, мне лично очень сомнительно, что вы себя любили в таком случае, потому что любовь это такая история, которая, знаете, не может пройти просто так. Что-то она либо есть, да, либо ее нет. Знаете, такая штука. Она не истязает, она не может исчезнуть, не может исчезнуть от того, что кто-то что-то ищет, кто-то что-то смотрит и так далее. Знаете, ну не работает это так. А это значит, это значит, скорее всего, что вы себя никогда не любили. Изначально. Это значит, что вы себя изначально не принимали, скорее всего, такой, какая вы есть. Знаете, какая штука. То есть, ваш вопрос, да, как снова себя полюбить, но он некорректный в этом смысле, потому что нельзя себя снова полюбить. То есть, если даже любовь проходит, она может пройти. И к себе может пройти. Она не проходит вот так. Она не может пройти вот так вот. Раз. И в одно движение, в одно касание она исчезнет. Так не бывает. Поэтому, не снова полюбить себя вам нужно, а действительно себя полюбить нужно. Это первое. Второе. Почему вы решили, почему вы посидали, почему вы подумали, что тот факт, что человек смотрит, ну, допустим, других девушек, да, ну, в том интернете, да, и так далее, вот. Почему вы решили, что если он это делает, то это означает, обязательно, означает, что с вами, вот именно с вами, да, что-то не так, что-то не так. С чем, условно говоря, вы увязываете эту позицию, эту точку, точку зрения, скажем так, да. Вот. С чем это, с чем это связано? Это очень, 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 очень важный момент. На самом, на самом деле. Потому что, вы приняли на свой счет, вы приняли на свой счет, то, что мужчина смотрит там девушек в интернете. Вот. То есть, на свой счет вы приняли это. Но, по какой причине? Почему на свой счет вы это приняли? Почему на свой счет вы это приняли? Как? Как? Все это... Началось. Вот. Понимаете? Какая-то... Ну... В какой момент? Это очень, это очень важно. Это очень важно для вас понять вот этот вот, вот этот вот, вот этот вот пункт для себя. Что, вы изначально в себе, скорее всего, скорее всего, сомневались. Вы изначально в себе, скорее всего, как-то вот, ну, были не уверены. Вот. Знаете? Какая штука. То есть, это вот, это вот, ээээ, то, что вам, ну, прямо, необходимо для себя понять. Потому что, в противном случае, да, вот, ну, просто в противном случае, будет, будет, ээээ, в общем, только то, что вы, ээээ, не совсем верно будете, ээээ, позиционировать, ээээ, что-то, причину и, и следствие. Так, какая штука. Так что, это такой момент. Следующее. О чем я хотел бы сказать вам. Вы почему-то, ну, просто, по какой-то причине, вы решили сравнивать, ээээ, себя, решили себя сравнить. Ээээ, значит, с ээээ, ну, с другими людьми, с другим человеком. Образно говоря. То есть, вы сравниваете, и себя, и, вот, собственно, ну, того человека, другого. Какая, какая история, какая штука. Это тоже очень важно. А, почему вы считаете, почему вы считаете, что можно сравнивать, можно сравнивать, там, например, допустим, эээээ, себя, да, себя, и, допустим, ээээ, ну, других людей. Как бы, вот. Так вот, это, вот, тоже очень важный момент. Почему вы, условно говоря, так считаете. Откуда у вас, ээээ, такая, позиция. То есть, ну, она же, с чем-то связана, да, эта позиция, правильно? На что-то опирается. Это, позиция. Очень важно, чтобы вы для себя, чтобы вы для себя определили, определили. Очень важно, что вы для себя определили данный аспект, данный аспект, данный аспект, чтобы вы смогли его для себя определить. И перестали сравнивать себя и, соответственно, других людей, что является очень-очень некорректным. Понимаете, какая история. Понятно, да? О чем идет речь? Здесь у вас вот как раз такого рода ошибка, которое вас, условно говоря, напрягает. Чтобы полюбить себя, как вы говорите, нужно, во-первых, перестать сравнивать себя с другими людьми. Во-вторых, признать, ну, условно так говоря, да, признать, выбор, признать выбор своего мужчины. То есть то, что человек, условно говоря, выбрал сам, допустим, допустим, ну, быть с вами. Вот. То, что он выбрал вас и, в общем-то, в общем-то, его выбор такой необходимо уважать. Вот. Потому что, по-другому у вас, опять же, не получится выстроить отношения. Отношения. Вот. Адекватные. Ну, с человеком. Вот. И, значит, необходимо признать, необходимо признать, именно признать, что он хочет быть с вами. Ему, допустим, интересно быть с вами. Ну, вот. У него есть к вам чувства. Но это не мешает ему смотреть на, допустим, других девушек. Каких угодно. На... Вот на самом деле. Да? Каких угодно. Девушек. Что-то касается того, что вы себя условно не можете принять, да? Вот. Ну, то, что вы себя не можете не способны принять, да? Вот. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, что основная трудность заключается в том, и именно, что... вы считаете себя плохой. Какой-то вот. Какой-то плохой вы себя считаете. Вот. Вот. А в этом... В этом вся проблема. В этом вся суть. Вот. Что вы считаете себя... Как... Какой-то вот... Ну, не знаю. Неправильным. Что-ли. Да? Вот. Хотя, на самом деле, это, конечно же, не так. Вот. На самом деле, вы... Для своего мужчины... Вот именно для своего мужчины вы... Я уверен. Я уверен. Если вы его... Мужчина, вы... На всех отношениях идеальные. Вот. Иначе бы он с вами не был, да? Вот. Ну, вам... Просто нужно... Перестать... Как-бы... за него этот момент решать. Вот. С одной стороны, и с другой стороны, как я уже сказал вам, ну вот вы не можете принять себя, да, вот, вы не можете принять себя с такой, какая вы есть. Ну, просто вот, по той причине простой, что изначально себе вы уже что-то, что-то отрицали, вот, изначально что-то вы себе отрицали. Что именно, что конкретно, я безусловно не могу сказать, но тем не менее. Вот, примерно, примерно так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Соответственно, мне кажется, мне кажется, что имеет смысл вам поработать над принятием себя. Ну, такой, какой вы есть. Вот, и для начала просто убедить необходимо себя в том, что нет никакой связи, абсолютно, да, никакой, абсолютно никакой связи нет. Между тем, что мужчина смотрит на девушек, ну, к примеру, да, вот, там, каких-то, да, в интернете, и тем, что он любит вас. Вот, это абсолютно два разных, две разных вселенные, вот, и в этот момент вам необходимо, на мой взгляд, для себя рассмотреть, вот, и уже, в общем-то, не отказываться от него, от этого момента. Мне кажется, так. Вот, на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Вот, я думаю, что вам нужно посмотреть на глубинные причины своего состояния, такие, как, например, страх одиночества, вот. Может быть, нереализованность, то есть, вот, вы, ну, вы себя не чувствуете до конца реализованы, вот. Вот, если это так, то всё, опять же, нужно корректировать и выправлять. Вот. Значит, давайте сейчас пройдёмся по вашему вопросу. Ну, так, началось всё с того, что я один раз зашла в телефон, увидел историю Браздина, где в поиске, так, после увиденного осталось снять за себя, то есть, вы сравниваетесь. Да, вот эта вот история, то, что вы себя сравниваете, это, аммм, следствие того, что вы себя для себя не принимаете. Вот. Вот, вот тут вы и прогрузите. Как тут не комплексовать? Да легко, легко, легко не комплексовать. Легко. Это к вам не относится вообще. Вы же не комплексуете, когда смотрите, например, концерт. Просто концерт. Концерт, ну, я не знаю, там, эстрада какой-нибудь. Вы не комплексуете, что вот, поёт человек, а вы, значит, соответственно, петь не, ну, а вы петь не умеете. Ну, я думаю, что не комплексуете вы. Так, а если вы не комплексуете, ээээ, по этому вопросу, да, что, почему же вы должны комплексовать тогда по-другому? Да. Вот. То есть, видите, у вас, эмм, что-то одно задевает, что-то одно. А за всё-то другое нет. Почему? Потому что вот, если там вы не соревнуетесь, да, то в этом вы сравниваете себя. Из-за этих вот ложных убеждений, ну, не отходите, в этом вам может помочь психолог. Эээ, в индивидуальной работе. Эээ, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Эээ, не берите на себя ответственность за своего мужчину. То есть, эээ, не берите, эээ, ответственность, эээ, за выбор своего мужчины. Эээ, вам это не по силам. Эээ, если у вас достались вопросы, пишите в личку «Ударатамыч». А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. «Удачи! Удачи! »